всем привет ребята это вторая часть влога сегодня у нас какой 5 июня 5 июня до 5 июня среда время 8 57 почти 9 часов утра 9 часов утра всем доброта ходила голову помыл пока голову мы включился компьютер на включился загрузил загрузилась эта винда еще кнопочка стала мигать вот так вот она и должна мигать особенно на ssd она вообще не должна мигать она раз в минуту должна мигать потому что на жестком диске данном мигать может потому что скидис все-таки медленный а когда ты покупаешь ssd я когда изначально купил все это поставил она раз там в минуту михал то есть там вообще скорость была бешеная она и сейчас скорость бешеный она и сейчас все нормально но почему-то при включении кнопка индикация горит постоянно это означает о том что ssd загружен на полную когда он загружен на полную у него все скорость падает то есть контроллер походу умирает так вот вроде все загрузились что как мы загрузились как винда загрузилась покажу принтера usb 2 и 0 стоит надеюсь видно надеюсь видно принтера подключен к usb разъему 2 и 0 во второй слот то есть средний хаб и usb 2 и 0 с интерфейсом usb 2 и 0 хаб на 4 разъема их 4 на 4 разъема 2 и 0 подключен в первый разъем 3 и 0 потом хаб на два разъема 3 и 0 подключен к ну к монитору который идет потому что мониторе встроенный еще хаб есть ну вот именно компьютер подключать тоже usb 3 и 0 подключен то есть два разъема 3 и 0 свободных не левых 2 потом левых 2 разъема 2 и 0 и самый правый и usb 2 и 0 свободный потому что первую я не знаю что с ним 1 подключаешь компьютер не включается ладно это не беда пофигу так попробуем сейчас смотрите что сделать вот все включилось да кто-то говорит типа ssd там вот у меня есть две программу crustal disk info и crustal disk mark crustal disk info заходим так ну это 2 терабайтник мой это гибридный seagate хороший быстрый 7 200 оборотов там 8 гигов кэша там все быстро так потом сначала у меня винда изначально стоял вот на этом потому что он как бы быстрее он побыстрее чем ls серия сейчас винда стоит вот на этом вот на этом ls ssd corsar force ls часто это раньше стоял вот на этом то что чуть-чуть побыстрее там на чтение на запись чуть побыстрее так что у этого но здесь у меня там пару игр и стоит и прочее потому что c почти забит 480 гов не хватает нужно покупать на терабайт а лучше на 2 терабайта купить один купить на 2 терабайта и забыть там мест надолго хватит до видосы можно скидывать видос я обычно скидывают сюда 31 градус нормально не греется 2 терабайта гибридный быстрый так вот на этом система у меня стоит надеюсь видно сейчас фокус делаю на этом стоит у меня система всего хост чтение 40 тысяч терабайт или или 41 даже 41 500 так все записи записи 15 терабайт это 15 терабайт или 1000 терабайт я не знаю вращение это включение но включение понятно потому что он постоянно включаешь компьютер раньше включался за 20 секунд потом за 30 секунд там за 45 секунд вообще за две минуты включается даже на гибридном этом жестком диске он будет быстрее в разы включаться вот так что у нас 20 гигов свободно то есть четыре с половиной процента свободно ну почти забит 20 гигов и в принципе нормально вот его смарт я не знаю в смарте не очень сильно там разбираюсь так скажу не знаю кто там эксперты есть скажите нормальный смарт это вот на нем винда стоит винда офис там прочие игры нормальный смарт мне кажется тут вообще все отлично даже на том же жестком диске все отлично показывает в принципе да так вот смотрим время наработки почти 8000 часов то есть это один год 326 дней ну почти год 8000 часов это ни о чем тему для ssd я так скажу сато 600 скажу типа он наверно в сато подключен прошивка она не обновляется почему-то серийный номер и там а вот интерфейс а то я хз почему интерфейс а то стоит не сато режим передачи сато это подожди ка поддержим текущий режим и поддержим текущий режим а это что-то да у нас такое а то а интерфейс понятно стандарт smart rmp так что здесь можно еще посмотреть да вроде ничего состояние хорошее показывает уж типа ничего нестабильных нету фф это получается у нас оставшийся ресурс да а чем назначены а чем такой маленький по умолчанию ну все короче здесь понятно крустал диск инфо крустал диск марка заходим так и тогда это не то вот он насколько пять проходов на 1 гигабайт я думаю доступно даже три прохода будет достаточно до запускаем 20 гигов свободно напоминаю 4 процента пать около 5 от 4 до 5 процентов свободно 5 и ой 20 гигов свободно 3 прохода на 1 гигабайт 545 552 большая скорость у него на чтение по моему заявлено производителем 540 и 560 на занят писать ну в принципе плюс минус погрешность 552 и с половиной этого отличная скорость чтения где где на практике это скорость это при том что еще 20 гигов свободно 4 процента свободно то есть он забит полностью прикиньте если он будет пустой если он пустой будет там 560 570 покажем полную скорость он и так показывает полную скорость чтение ну не знаю может сейчас скажет это типа чтения давай на запись сейчас будет запись сейчас пройдет чтение будем запись если я где-то ошибаюсь в комментариях можете поправлять я на заметку буду брать ошибок меньше буду делать то есть я не знаю я уже и порт менял типа но подключал другой разъем ну было это полгода назад ничего не менялась и сата кабель менял я кстати кто-то мне писал типа сата кабель смене меняла и в порт другой подключал все то же самое мне кажется это типа контроллер дохлый уже все он изначально он был дохлый полудохлый но контроль так это отвечает тут за этот передачу данных точнее не самому разъем там не может быть не знаю не знаю в чем проблема мелкие файлы 30 а раньше когда он был не забит 31 показывал то есть он показывает он забитом состоянии показывать состояние как будто он чистый как в чистом потому что я помню когда я купил это все да я сделал тест мне интересно было там 31 32 показывал 555 он показывал 335 он показывал то есть в пределах погрешности и то есть он показывает в забитом состоянии в полностью забитым практически как состояние нового ну как будто чистого 383 даже 300 это быстрее жесткого диска в два раза жесткий диск там 150 там 200 крут чтение тут он 400 это при том что он забитый ну запись почти 400 но все равно два раза быстрее жесткого диска до не забывать учет того что он забит всего 19-20 его в субботу 4 процента я его продавать буду в принципе для файла хранения его еще достаточно то есть если файлы какие-то хранить там видео и прочего отлично подходит систему на другой диск просто перекидываете и все и на на этот видос или там чуть хранить сойдет для файла помойки сойдет кто хочет я в авито объявление выставляю там можете найти объявление блин по авито поискать и просто напишите corsar такой-то такой-то force ls там увидите мое объявление там не знаю 11 500 у меня стоит и говорят дорого типа ну дешевле 9000 их него не продам 8 8 500 ну не продам я дешевле потому что я покупал в два раза дороже 8 8 500 все . то что там стоит 11 500 у меня цена можно торгануться дешевле типа за 5000 извините не продам я сам вот туда как файл помойку лучше используется смотрите чтение 30 отлично запись мелких блоков 91 мелких до 10 по 400 но это два раза быстрее все равно чем жесткий диск жесткий диск от 150 до 200 это топовые 200 здесь почти 400 это при том что он забит 96 процентов здесь 27 тыс он 17 19 его в субботу 19 гигов субботного теперь сделаем тест я покажу какого это мы сделали тест вот этого вот это уже ssd вот него сейчас мы будем тест делать xd вот xd у меня 104 занят 23 процента запуск но 560 почему на чтение то есть чтение они отлично показывают хотя на самом деле винду на него ставишь блин как будто не знаю кому-то на жестком диске запускаешься реально он паспортный показывает хотя забиты там 23 процента уже и у этого на нем вида раньше стояла изначально изначально и на него винду ставил все хочет хоз чтение из образы больше по моему пятнадцать тысяч не было меньше 8000 также включение также него 327 дней смарт дэв стэп и стрим есть а у этого чё дэв стэп и есть какой-то девайс стэп у этого нету чем-то не отличаются да а ну да у этого записи больше 15 терабайт а это 8 40 терабайт но это все равно мало даже 40 терабайт это мало 3141 это мелкие блоки здесь побыстрее потому что он свободный у меня собственно забитый запись у того девяносто было посмотрим сколько здесь самое главное то мелкие блоки ой создать хотя они так быстрее у жесткого диска там в разы меньше в разы в разы там 12 все это пол половина бывает сейчас я попробую покажу вам на гибридном гибридные там показатели в полтора два раза могут быть выше могут быть 134 это запись 136 и 1 теперь мелкие блоки сейчас пойдут ну точнее крупные средние триста тридцать семь триста пятьдесят восемь триста пятьдесят восемь вот и ничего вырезать не буду а то скажете по вот обманываешься по и прочим 273 нормально почти 300 до здесь поменьше справа это тот который сейчас тестируется слева чтобы не говорили что это все это тесте тестируешь вон он написано справа программа показывает название и объем и его смарт показывает 90 91 даже побыстрее запись запись мелких блоков 91 да а теперь могу сейчас гибридный показать гибридного вообще пустой он полностью форматированным пустой 175 это чтение температура 31 градусов сейчас было 30 сейчас 31 176 и 2 это при том что он гибридный обычные жесткие диски 140 150 130 показываем почти 2 мегабайта тоже мелкие блоки пошли ну тут уже 2 мегабайта то есть принципе он быстрый файлы хранить видосы там прочее на этом отлично такой бы еще один купить он сейчас пойдут подорожал 7 7 500 на 5 2 терабайта гибридный это отлично да винда тип будет на нем грузиться ну быстрее чем на жестком диске на обычном но на ssd в разы быстрее но у меня эти два корсара я их буду продавать к файла помойку отлично как под винду нет месяц два-три и все начнутся проблемы типа то есть ты устанавливаешь виду вроде все нормально быстро грузить и через месяц может быть два или три месяца начнутся вот такие проблемы как у меня так что ребят я вы если я кому-то буду продавать я скажу про свой канал что мне на есть на youtube канал можешь ролик найти я название укажу наверно не знаю как нас как прописать название 1300 34 нормально это мелкие блоки название не знаю даже как указать мы обычный влог типа там такой такой-то и скорее всего тест будем подпишу типа тест своих накопителей тот кто будет по запись смотреть почти 200 у того на котором винда стоит 400 то есть два раза ну блин не вижу я что-то в два раза извиняюсь за то что ролик такой длинный типа получается но блин вырезать не хочется типа то мало ли в комментариях вот кстати вот вырезал от монтаж прочее нет я на своем канале минимум монтаже максимум что я буду ск и это делать это склеивать видео это максимум что будет ролики буду склеить там писем по шесть минут там два-кри ролик туда просто склеивать их там можно что-то где-то подписtery там прочее это максимум монтажа минимум будет у меня вообще ничего не будет у меня будут обычные влоге там прочее да типа сейчас снимаю на канал на телефон потому что камера нет камера сами знаете 30 плюс стоит 35-40 тысяч блин дорогие камеры плюс еще карта памяти для них на 8 гигов ты же не будешь покупать ради 5 минут на роликов а в хорошем качестве видео весит довольно много full hd тоже 60 кадров весит довольно много 8 гигов это на пару минут хватит поэтому нужно будет на 64 на 128 на 256 гигов брать sd карты они стоят 5 6 7000 около 8000 на 256 если брать нормально почти 5 мегабайт чтение ну точнее начнение записи записи он по 5 почти везде ну вот это мои накопители были точный смарт я могу сейчас показать если вы здесь не верите этим программам могу показать сейчас где у меня аида есть аиды 64 extreme посмотрим истек пробный период истек да круто доступного версия но ваша лицензия больше не позволяет обновлять версии вам стоит обновить лицензии а типа это ключ не слетел просто новая версия но типа но ваша лицензия больше не позволяет обновлять версии пофига вот они 33 жесткий диск вот 20 у них даже датчики не показывает это блок питания 3 датчика там 53 36 45 чипсет процессор вообще не греется материнка тоже не греется в питание по 0 так хранение данных хранение данных вот они смарт вот гибридный гибридника force ls smart ну да и так она есть xti 8000 гигабайт ставшийся ресурс сто процентов вот у лс ки 560 и 540 здесь видно это все вот они паспортные 560 и 540 тошиба физан контроллер физан тошиба а вот xti здесь тоже 540 и 560 15 нм там 19 нм здесь 15 нм физан тошиба все всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии извиняюсь за такое длинное видео